Артист Театра Афанасьева Андрей Яковлев сегодня у нас в гостях на пятом ряду, что там есть. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Мы знаем, что вы готовите вечера литературные, где рассказываете сказ про Федота Стрельца Удалова Молодца. Молодца! Почему именно это произведение в качестве такого сольного проекта? Ну, у меня до этого был проект по Шукшину, читка по Шукшину. Он длился года два, наверное, я читал. И тут с предложением попросили, в общем, что-то новенькое почитать. Я вспоминаю, я не знаю, почему я выбрал именно Федота Стрельца. По-моему, потому что я наткнулся на книжки Леонида Филатова. Вот, и вдруг я так посмотрел на фотографию, вспомнил его. Федота Стрельца? Гениальное произведение Федота Стрельца, да. Ну, и опять же, летняя веранда, кафе, да, то есть вот какое-то такое настроение. И произведение оно такое лёгкое, с юмором, чтобы люди... Да, знаете, я на самом деле опасался, что вроде как юмор советский, давнишний, что его может стать, никто не понять. Но, как оказалось, что юмор на все времена, очень современный, очень по-сегодняшнему. Вот. Ирония и над политикой, и над властью, и всё подряд. С кем-то себя ассоциируете из героев? Из героев? Ну, конечно, с Федотом Стрельцом. Что у вас общего интересного? Что общего? Ну, такая попытка найти в себе мужской стержень, что ли. Хорошо. А где занятые были в течение года в Театре Афанасьева? От какой роли больше получили удовольствие? О каких-то премьерах, которые вас поменяли? Поменяли? Ну, много было премьер, много было смен. Ой, так вот. Много-много у меня вообще, ну, как бы в Театре нет таких ролей, чтобы не нравились. Ну, были там парочку, но в основном всё. Что делает актёр, когда роль не нравится? Отказывается. Вы отказывались из карьеры от ролей? Разве такое возможно? Ну, есть такое, да, можно написать бумагу, как бы прошу снять меня с роли. Ну, потом, наверное, отношения режиссёра к вам несколько поменялись. Конечно, конечно. Но я так никогда не делал. Потом ещё год ролей не дождётесь, да? Ну, может быть, вообще. Не то, что год. Не то, что год. Может, вообще придётся театр, если так сделаешь. Ну, а о тех ролях, которые вам не очень нравились, но вы, тем не менее, от них не отказались. Почему? Что было сложно? За что вы их так не любите? Ну, это роли, как правило, вводные. То есть не мои. К примеру, до этого играл какой-то актёр. И мне пришлось... Донашивать. Да, и мне пришлось, как бы, до нашей, потому что всё строилось именно от этого актёра, от его, как бы, индивидуальности. А вот и так иногда совпадает, ну, не совпадает индивидуальность, что ты вливаешься в этот спектакль и ты не понимаешь, что происходит. Тебе хочется по-своему, а уже не можешь, потому что партнёры играют именно нацеленно на... Я почему-то думала, что больше всего актёрам не нравится играть детский спектакль. Нет, я очень люблю детский спектакль играть. Вот у нас с моим братом-актером, Денис Вказанцем тоже, который работает в театре Афанасьева. Мы с ним сказку недавно, премьера сказки, по-моему, даже год не прошло. С удовольствием играем в сказку «Жаба и лягушка», шведская сказка. Класс. Я стесняюсь спросить, вы кого играете там? Ну, отгадайте. Есть лягушка и жаба. Видимо, лягушку. Ну, видимо, вы угадали. Габариты мне подсказали просто. Есть ли роль мечты какая-то? Знаете, как все девчонки мечтают сыграть Джульетту, наверное, я так предполагаю. Что у вас такое? Да, вы прямо вот как в воду глядели сбылась недавно моя мечта. Лягушка? Да, да, лягушка. Сбылась моя мечта, я благодарен Муку вообще за это все. И мне посчастливилось сыграть в «Бути на охоте» Вампилова, Александра Вампилова. Роль Зилова. Это мечта прямо со студенчества. Именно эту роль? Роль Зилова, да. Почему, давайте же, подробности? Что в вас такого общего? Что вам нравится? От чего вы, можно грубо сказать, тащитесь? Ну, мы очень сошлись во мнении с Александром Баргманом, с режиссером, с потрясающим режиссером, потрясающим человеком. Мы сошлись во мнении, что Зилов это далеко не подлец, никакой не подонок, как он может показаться. Это человек, который пытается вырваться, вырваться. Он понимает, что он делает. Абсолютно трезво понимает, но ищет выход к истине, борется до конца, борется. Все с болью принимает, все, что он делает, какую боль он причиняет другим людям. Это те герои, насколько я понимаю, которые в течение произведения очень хорошо меняются, это видно. Нет, в этой пьесе он так... Он не однозначен, он не хороший и не плохой. Хотя есть там такие сцены, за что его можно просто тут же вешать, расстреливать за его поступки. Нам рассказывали тоже, помнишь, Настя, что играли-играли спектакль, и отрицательная была роль. И из Золова ты сказал, сволочь. Да настолько хорошо сыграли. Вам нравится играть больше негодяев или положительных героев? Ну, нет такого понятия негодяй. Ну, отрицательная роль, скорее. Да. И отрицательных нет. Если играть отрицательную роль, то это будет скучно и интересно. Нужно сочувствовать. Все равно какая-то борьба должна быть, да? Борьба, конечно, внутренняя. Тогда будет сочувствие зрителя. Зрителю будет и жалко этого человека. Да что ж он так делает? Ведь он такой вот, в нем же все есть для хорошей жизни, для истинной жизни. Нет, почему он так делает? Тогда будет свое переживание. А когда играть такого подлеца, прям, ну, как Станиславский говорит, если плохой, ищи где добрый. Если играешь плохого, ищи где добрый. Это прям... Вам удалось найти доброту Зилова? Ну, конечно, да. Он у нас в финале приходит все-таки к покаянию и... Вот. А в пьесе Вампилова там многоточие. Угу. Ну, вы поставили точечку? Ну, мы как бы, да, попытались все-таки. Ну, у нас тоже многоточие, но, по крайней мере, зритель понимает, да, что вот он... Все, он понимает, в чем его беды. Давайте прервемся на рекламу и поговорим потом еще. Актер театра Афанасьева Андрей Яковлев у нас сегодня в гостях. И прямо сейчас с корабля на бал он нам расскажет что-нибудь такое, чтобы вы поверили, что у нас в гостях актер, собственно. Ой, 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 ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Вам все? Села муха на варенье, вот и все стихотворение. Да, ну, в преддверии, значит, читки. Сейчас пока читка, 18-го будет. Федот Стрельцавков и Красный факел. Приглашаем всех, кто... Ну, по-моему, там уже все билеты проданы, к сожалению. Приглашаем посмотреть Папушка. Приглашаем, да. А 12-го, 13-го октября состоится уже премьера. Уже премьера самого спектакля. Так ли здесь? Чем так долго? С декорацией, потому что надо подготовиться. Чичитка ты это одно, понимаешь, Настя, а там-то уже спектакль. Хотя здесь 18-го я все-таки попробую наизусть полностью прочитать. Вот. И, значит... Сейчас нам какой-то отрывок, да? Сейчас какой-нибудь отрывок. Ну, я прям с самого начала и начну. Да, хорошо. Музыка руссконародная есть? У вас какая-нибудь в запасе? Балалайка. Пынь-пынь-пынь-пынь-пынь. Хоть верьте, хоть не верьте, А жил на белом свете. Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот не красавец, не урод, Не румян, не бледен, не богат, не беден. Не в парше, не в парче, а так вапче. Служба у Федота рыбалка да охота. Царю дичь да рыба, Федоту спасибо. Гостей во дворце, как семян в огурце. Один из Швеции, другой из Греции, Третий из Гавайи, и всем жрать подавай. Одному амаров, другому кальмаров, Третьему сардин, а добытчик-то один. Как-то раз дают ему приказ. Чуть свет, поутру явиться ко двору. Царь на вид спорчок, башка с кулачок, А злобности вьем, а хромадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. У Федота от страха намокла рубаха, В висках застучала, а в пузе заурчала. Тут, как говорится, из сказки начало. А продолжение вы услышите 18-го числа в 7 часов вечера. Андрей Яковлев, специально для слушателей Радио 54, приоткрыл завершу тайны Федота Стрельца. Вдруг никто никогда не слышал. Спасибо большое. По-моему, все наизусть знают. Кстати, я когда читал, мне говорили, что там сидела одна зрительница и полностью... Повторяла? Проговаривала полностью весь текст наизусть, да. Наверное, она тоже актриса? Нет. Бывшая или будущая? Давайте вернемся к истокам карьеры. Как вообще попали на эту дорожку? Да. Ну, я много раз уже рассказывал в интервью, говорил, что в детстве все сценки, сценки, пародии, пародии. У меня было популярное. Мы все так делали. Да? Ну, конечно. Начиная с новогодних утренников. Сейчас человек из театра уволится. Ты что сказал вообще? Вы же тоже ведь к творческой профессии, на самом деле. Причастный. Причастный. Ну, да, конечно. Ну, сценки, сценки пародии. У меня, я помню, была знаменитая пародия на Ельцина. Можете сейчас повторить? Ну, конечно. Его самый знаменитый монолог. Да. Я устал. Я ухожу. А сколько вам лет было? Мне кажется, каждый ребенок перестройки мог это сделать. Ну, да, конечно. Я вот уже не могу. Ну, да. Вот. Ну, сколько лет? Я не помню. Четырнадцать или пятнадцать лет. Я помню, я забежал так это к родителям. Я говорю, смотрите, смотрите, я научился пародировать Ельцина. Бегал, бегал. Ой, мама так радовалась. Ой, какой талантливый. Какой талантливый. Я потом их замучил часов шесть, наверное, было. Ельциным. Я довел маму до истерики уже. У нее тазы из рук с бельем падали уже. Да заткнись ты уже со своими детьми. А вы из Новосибирска или из другого города? Я из Томска. Из Томска. Вот. И мама тогда решила пусть он едет в театральный в Новосибирск куда-нибудь, чтобы они глазами этого Ельца уже не видели. Такая политика надоела тут еще это. А не думали ли вы и Андрей заняться режиссурой? Был у меня такой грешок, что называется. Нет, это совершенно другая профессия. Это надо... Многие актеры в итоге к этому как-то приходят? Ну, практически бросают актерство. Да, да, да. Вам не хотелось? Это несовместимо. Вот у нас Денис Малютин был. Тоже недавно. Собственно. Он сказал, я теперь режиссер. Я ухожу. Да, да. Ну, мы тоже с ним немножко общались. Я тоже говорю, на сцену никак. Говорит, нет, все. Да. Ну, вот это такая большая, это громаднейшая ответственность. Столько волнений, столько... Вам комфортнее будучи актером? На сцене. Да, пока да, пока да. Может быть, когда-нибудь приду. Не зарекаетесь, да? Может быть, когда-нибудь приду, да. Может, и в педагогии когда-нибудь приду, не знаю. Свой театр? Раньше думал об этом. Нет, наверное. Это еще больше. Еще больше ответственности, конечно. Еще больше риски ужасуют для других людей, других актеров. Хотя, опять же, как Бог даст. Ну, учились Вы, насколько я понимаю, в нашем театральном Новосибирском? Сначала это был филиал в городе Кемерово Новосибирского театрального училища. Да. При театре на Весенний, тогда был такой театр на Весенний, как раз на улице Весенний находился, ближе там, скажем, к набережной. Вот. А потом здесь уже заочно. А можете дать пару советов для начинающих лет? А сейчас абитуриенты поступают в ВУЗы. Может быть, Вы дадите пару советов для чайников, как поступить в театральный? Как поступить в театральный? Ну, очень многие же люди годами готовятся, а их все равно не берут. Заранее не искать никакой славы. Вот и все. Денег. Славы, денег и все. Потому что все, вся наша профессия, она изначально на альтруизме. Изначально. Как только думаешь, значит ты все, значит ты уже... Если режиссер в твоих глазах видит, что ты пришел работать за идею, он тебя возьмет на курс к себе. Так. Ну, нет. Но если человек, ищущий славы и денег, вдруг тебе скажет, так, все, я не думаю. Сейчас вот я не думаю, сейчас я за идею. Вот сейчас пока за идею, а потом деньги славы. Пока отложу до полочки. И если Вы, допустим, какой-то тост красивый сказали на свадьбе, и Вам все друзья говорят, иди в театральный, это еще не значит, что Вы актер, и что Вам надо в театральный. Главное не думать о телеканале ТНТ, Комедий Клаб и сериалах Телеканал Россия. Театры и кино, это разные вещи, да? Ну, конечно разные, но очень похожие. Ну, вот на этой ноте приятной перейдем к еще более приятным. Андрей Яковлев был с нами сегодня в студии. Я еще здесь. Да, актер театра Афанасьев, он еще здесь. Никак не хочет уходить, поэтому мы его заставим рассказывать забавную историю из жизни. Выклиньте быстренько, Вам еще говорите. Забавная история из жизни, да? Долго я вспоминал, вот вчера накануне немножко вспомнил. Я вообще в последнее время такой автолюбитель. Последнее время? Да, последнее время. Недавно получили права? Нет, я права получил вообще в 2001 году. У меня первая машина была 21.06.83 года. Все гаишники смеялись очень сильно, когда проверяли документы купленного этого документа. Ты что, дурак что ли, 83 года? Ты что, совсем что ли? А за сколько купил? Я говорю, за 25. Он говорит, ну ты совсем дурак. И я очень долго выбирал, у меня была Toyota Corolla. Я очень долго выбирал, какую взять новую машину. Тестировал много-много-много. Но я не буду говорить, конечно, с какой машиной это произошло, чтобы не делать антирекламу. Это такая бюджетная машина, всем хорошо известная. В такси. Вот. Ну, кто-то может и догадается. Вот. Всем догадается. Да. Я, значит, прихожу, значит, на тест-драйв. И менеджер оказалась девушка. Вот. Прогревать машину. Сейчас машинка прогреется, сейчас мы пойдемте. Вот. И я тестировал не на автомате, а на ручнике. Ой. На ручном. На механике. На механике, да. И мы, значит, зима. Прогрелась машинка. Ну, все, машинка прогрелась. Пойдемте, значит. И я так смотрю на ручку. Акселераторная, да, по-моему. Акселератор называется эта ручка, по-моему. Я не помню. В общем, ручка переключения передач. И она, как в моей шестерке 21.06, вот так трясется просто. Ну, 21 век на пороге, да. От мотора вот так вот трясется ручка. У меня шок-то. У меня слов нет, я просто пальцем показываю и на нее смотрю. Он такой, что вы на меня смотрите? Я говорю, ну, правильно, да. Вот, да, вот эта вот ручка, переключайте скорость. Первую, да, и поехали. Я говорю, вы меня не поняли. Я говорю, ручка трясется. Ответ был по-задорному, гениальный. Ну, правильно, мотор же работает. Пожелаем девчонке продаж хороших. А вам в безопасности, я так понимаю, выкопили другу машину? Да, я взял такую рекламу. Не трясется, которая? Нет, не трясется, Volkswagen Polo. Потрясающая машинка. Андрей Яковлев, спасибо большое. Спасибо вам за приглашение. Очень было приятно с вами пообщаться.